И начнем выпуск с темы навеянной погодой. Как весенняя копель может обернуться черепно-мозговой травмой? Жильцы с Ленинского 45 жалуются, сосульки с крыши не сбивают. ЖЭК заявки принимает, но проблему решать не торопится. Вот такая ситуация происходит с пятницы во всей кровли. Жильщина компания принимает заявку и на вызов они не идут. Уже реально опасно ходить. Сосулья висит прямо над подъездом. А вот в городском управлении ЖКХ уверяют, ЖЭКи в течение суток должны на заявки реагировать. Ведь лед на крышах реальная угроза. В одну Норильчанку, по словам чиновников, сосулька уже прилетела. Если коммунальники оперативно проблему не решают, следует звонить в городскую диспетчерскую. Туда же надо сообщать и о сосульках на крышах школ, магазинов и других организаций. Данные о заявках поступают в Управление ЖКХ и специалисты на следующий день проверяют, очищена ли кровля. А вот такие сугробы на окнах головная боль хозяев квартир. Если снежная шапка упадет на машину или прохожего, и тот пострадает, ответит за это собственник. Возможно, даже по уголовному кодексу. Что касается уборки во дворах, снег там решили соскребать до асфальта, чтобы каши не было и под здание не текло. Правда, на расстоянии всего 6-7 метров от дома. Вывозят коммунальники всего от 25 до 50 процентов снега, в зависимости от условий договора с жильцами. Особое внимание уделяется тем домам, которые у нас стоят на особом контроле. И мы стараемся проводить уборку при домовой территории данных домов в первую очередь. Правда, жеки в этом году со снегом справляются с трудом. Выпало его много, и денег на уборку коммунальникам не хватает, но они пока выкручиваются. Если же у норильчан есть жалобы на очистку дворов, обращаться с ними следует в управление жилищно-коммунального хозяйства. Тем временем в Норильске закончились проверки пожарной безопасности городских объектов. Напомню, сотрудники надзорных органов побывали в 18 торговых и развлекательных центрах. После проверок один центр уже закрыт до устранения нарушений. Михаил Чернов с подробностями. Две недели назад в торговом центре «Галактика» была проведена проверка, по итогам которой специалистами пожарного надзора было выявлено, что здание не соответствует нормам пожарной безопасности. Выявлено более 50 нарушений. Было вынесено предписание руководству торгового центра «Здание закрыть», а нарушения все устранили. Сегодня мы действительно видим, что сам торговый центр закрыт, туда не пускают посетителей, а подрядчик приступил уже к выполнению устранения всех замечаний. Это неисправная система пожаротушения, нет эвакуационных выходов в некоторых помещениях, а степень огнестойкости не соответствует нормам. При пожаре внутри все вспыхнуло бы за считанные минуты. Сейчас здесь работа над ошибками. Работа ведется на данный момент в павильонах, в коридорах, также на третьем этаже на эвакуационной лестнице. Да, один из вопросов тоже был в предписании, что эвакуационная лестница по высоте не соответствует. При эвакуации людей она мешала пути. Сейчас на данный момент устранено. Видите, можно спокойно пройти при моем росте. Работы уже выполнены на 70%. В здании по соседству тоже нашли нарушение. Закроют его или нет – решит суд. Вот, пожалуйста. Проверка прошла и в кинотеатре «Родина». Директор Анастасия Батова рассказывает, огнетушители недавно перезаправляли системы дымоулавливания, и оповещения работают. Однако считаются устаревшими. В связи с чем и предписано их заменить. Без замечания не обошлось. На сегодняшний день срок эксплуатации нашей системы оповещения истек. Для того, чтобы установить новую систему, необходимы средства. Как только у нас будут средства, они будут. Мы обязательно сделаем так, чтобы у нас была новая система оповещения. Система, которая на сегодняшний день у нас существует, она рабочая. Михаил Чернов, Анастасия Гринько, Геннадий Зверев и Артем Смирнов. Новости северного города. Это новости северного города. Идем далее. Экспертиза, знания и продвижение – вот главные ресурсы, которыми намерено оперировать агентство развития Норильска. Предпринимателям поможет бизнес-навигатор и центр франчайзинга. Драйверы роста ищут для индустриального института. А всех норильчан ждут интересные фестивали в рамках юбилейного года. Об этом и не только. В большом интервью Максима Трофимова с руководителем агентства Светланой Рубашкиной. Светлана Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Я бы в первую очередь хотел вот что спросить. Если бы перед вами, вот сейчас напротив, оказался человек, который никогда не слышал про агентство, ничего о нем не знает, и у вас было всего пять предложений, чтобы захватить его внимание и объяснить ему, про что это, что бы вы сказали? Первое – это то, что агентство – абсолютно новый прецедентный инструмент для развития города. И, как любой эксперимент, он требует партнерства со всеми, кто живет в городе. Что-то создавать с нуля. Второе – это то, что агентство – серьезный инструмент, и в нем заинтересованы практически все силы, живущие и работающие в городе, потому что учредителем нашим является и городская администрация, и компания «Норникель», и благотворительный фонд Владимира Потанина, который готов помогать в развитии и агентства, и города своим экспертным ресурсам, что для нас достаточно важно, как для города, так и для агентства. Наши основные направления работы, третье предложение – это развитие бизнеса, девелопмента, то есть развитие городской среды, социокультурные проекты, которые делают жизнь в городе ярче и втягивают население в то, чтобы реализовывать себя. И четвертое направление – это развитие туризма. Для нас пока сейчас самый большой вызов это направление, поскольку идей у разных игроков, у разных сил, живущих в городе, много, но общего понимания, с чего начинать, еще нет. И мы очень надеемся, что все-таки сможем объединить всех для того, чтобы создать такой комплексный подход, комплексную программу по развитию туризма территории, потому что понимаем, что без того, чтобы люди договорились, все участники этого процесса, куда идти, с чего начинать и какими проектами наполнять эту программу, мы так и будем каждый тянуть в свою сторону, а ВОЗы будут ныне там. Ну и, наверное, пятое, что мы хотим сделать в этом году, собственно, для того, чтобы люди понимали, что агентство действует. Мы хотим в нескольких направлениях реализовать несколько, на наш взгляд, важных проектов. Ну, в первую очередь, в направлении бизнеса создать инфраструктуру, которая помогла бы местным бизнесменам со стартапами. Второе, мы будем активно участвовать в юбилее города, наполняя его событиями, которые инициирует агентство вместе с местным сообществом, и будем активно втягивать сюда местное сообщество, потому что считаем, что в городе очень много активных организаций. Мы планируем вместе с администрацией и музеем Норильска продолжать тему создания Центра современного искусства. И мы очень надеемся, что в этом году пройдет серьезная работа по разработке стратегии Норильска государственного индустриального института, в котором агентство играет роль одного из основных партнеров. Агентство реально очень заинтересовано в партнерстве с местным сообществом, со всеми структурами власти, которые работают на территории, внешними экспертами, которые могут усилить наши проекты своей экспертизой. И мы заинтересованы в партнерстве, которое основано на объединении ресурсов в целях развития города. Не просто реализации идей кого-либо о чем-либо, а в том, чтобы интерес был общий по развитию города, и чтобы те, кто приходит со своими идеями, готовы были вкладывать в этот проект свои интеллектуальные, профессиональные, материальные ресурсы. То есть дальше уже идет конструирование того, как можно этот проект пустить в запуск. Я знаю, что вот это ваше решение, возглавить агентство, это, ну, как по известному выражению, не только бизнес. Вот, честно говоря, очень многие были рады, что этим займетесь именно вы, потому что все знают о ваших дружеских отношениях с Сергеем Панченко, совместных проектах, в которых вы участвовали. Вот я хотел бы понять, слово «преемственность», оно здесь работает? Я думаю, что здесь действительно более уместно слово «продолжение», потому что Сергеем мы подружились именно потому, что были единомышленниками. Когда он уже возглавил агентство, у нас было, ну, практически все, что рождалось здесь, происходило в таком общении, в обсуждении, и поэтому очень много идей, которые и проектов, которые уже сейчас реализуются агентством, они понятны, близки, и их цели, мне кажется, абсолютно реалистичными и нужными городу. У людей сложилось за время существования каких-то фондов, за время благотворительной программы на риск в никеле, сложилась история о том, что обычно помощь – это гранты, обычно развитие, это какая-то финансовая поддержка. Насколько я понимаю, агентство – это немножечко о другом. И о чем тогда? Абсолютно точно. Агентство – это не банк и не благотворительная программа «Мир новых возможностей». Потому что и то, и другое уже в городе существует, действует активно и эффективно, и наша задача – дополнить этот инструментарий, стать реальным центром экспертизы, и с одной стороны искать местные ресурсы, с другой стороны привозить сюда внешние ресурсы, для того, чтобы те проекты, которые будут запускаться, имели качественно новый уровень. Нам нужна свежая кровь в городе. Но это не значит, что у нас нет тех, на кого можно опереться здесь. И вот я вижу задачу агентства в том, чтобы соединить два вот этих вот, две эти группы, внешних и внутренних экспертов, для того, чтобы получались новые конкретные продукты в тех направлениях, в которых мы работаем. С другой стороны, агентство – серьезный информационный ресурс. Сейчас постепенно уже разворачивается эта история, и информационное пространство наполняется новостями не только того, что делает агентство или то, что делается в городе, но и тем контентом, куда можно обратиться с городскими инициативами за пределы города. Какие программы существуют, какие тенденции в наших направлениях на федеральном, региональном уровне существуют, какие наши проекты мы можем продвинуть на федеральный уровень для того, чтобы сделать их известными, привлечь на них инвестиции, привлечь какие-то дополнительные ресурсы и параллельно менять представление о городе Норильске, потому что все понимают, что это важная задача. Кроме того, мы, конечно, планируем инициировать собственные проекты, которые, на наш взгляд, на основе тех или иных исследований могут быть нужны городу. И реализовать эти проекты в партнерстве, как я уже говорила, и с местными, и с внешними организациями. Но есть замысел, это пока замысел, он требует проработки и создания инструментарий для того, чтобы находить идеи в сообществе и создавать совместные проекты на основе этих идей, которые тоже могут работать на развитие города. Самые сложные проекты, да, все, о чем мы говорим, чего не хватает? Инфраструктуры. Инфраструктуры, совершенно верно. Вот что в инфраструктуре города, вы считаете, нужно в первую очередь? Я думаю, что на самом деле, если спросить людей, список будет довольно широкий. Но у агентства есть фокус. Это четыре направления. В самом начале мы все-таки говорили о том, что мы хотим улучшить качество жизни. Начали думать о создании инфраструктуры в направлении бизнес. Два проекта, которые реально в этом году, мы надеемся, что первый из них будет уже запущен как инфраструктура в октябре. Это первое, это включение Норильска в такую общероссийскую программу «Бизнес-навигатор». Будет разработана программа, позволяющая человеку, желающему начать стартап, понять, какой бизнес здесь полетит. Более того, через эту программу можно составить первый бизнес-план. Можно будет посмотреть, какие финансовые инструменты есть и в каких банках можно кредитоваться. Партнером в этой программе является корпорация МСП. И если появится проект от 25 до 100 миллионов, то можно через корпорацию получить кредиты под льготные проценты. То есть вот проект уже реализуется, но вот его результат, который можно будет воспользоваться всем тем, кто хочет либо начать свой стартап, либо развивать бизнес, мы надеемся, что они смогут этим воспользоваться уже в октябре-ноябре этого года. Это действительно поможет многим, потому что я сталкивалась, например, с проектами социальных предпринимателей, и за эти три года поняла, что самая большая проблема у тех, кто хочет начать стартап, как раз в том, чтобы, во-первых, сделать реальный бизнес-план, просчитать те риски, которые могут возникнуть с реализацией этих проектов. Эта программа, она как раз поможет людям создавать те проекты, которые могут полететь, потому что стартапы – это самая рисковая история, как мы все знаем, даже когда они хорошо просчитаны. А второй проект, который тоже, ну, собственно, инфраструктурный, и который мы хотим к декабрю 2018 года, он тоже заработает, – это центр франчайзинга. То есть те предприниматели, которые хотят развивать свой бизнес через франшизу, могут в агентстве получить и консультирование, и связь с франчайзерами, и, собственно, и помощь на всех этапах запуска такого бизнеса. Ну вот, есть большие стратегические цели, и есть всегда какой-то конкретный календарь на ближайшие годы. Да. Ближайшие мероприятия, которые мы делаем, как раз вот эта инициатива агентства, это событие, которое будет сделано в рамках юбилейного года, называется оно «Гастрофестиваль Север». Мы планируем, что он будет состоять из двух таких частей. Первая часть больше направлена на профессионалов. 28-29 апреля, когда сюда приедут известные профессиональные шеф-повара, московские и питерские, и продемонстрируют профессионалам, что можно сделать из местных продуктов, к которым мы уже привыкли, что нового можно сделать, это новый взгляд на северную кухню. Мы еще и надеемся, что, сделав такой фестиваль традиционным, сейчас такой пробный шар, да, мы сможем его спозиционировать во внешней среде как нечто уникальное, что станет такой, ну, приманкой для туристов, заметной приманкой, поедем, поедим, да, и не куда-нибудь, а в Норильске, не что-нибудь, а северную кухню, потому что нигде в другом месте такого не готовят. А вторая часть, мы тоже хотим ее сделать как часть фестиваля, более массовую, летом, в которой смогут принять уже все желающие жители Норильска, это такой стритфуд с северным наполнением, но при этом еще и с новым взглядом на стритфуд, потому что, как говорят знатоки и профессионалы, стритфуд тоже сейчас обрастает такими тенденциями уходить во здоровую пищу. Стритфуд плюс стритфест, когда горожане смогут прийти семьями и что-то попробовать, но при этом еще поучаствовать в таких уличных форматах творческой активности. Мы на самом деле уже втянулись в разные истории, в разные форматы, например, мы вошли в городсовет, да, и потому что для нас важно понимать, что происходит в городе и влиять на повестку там развития городской среды. Мы вошли в совет при главе по строительству нового жилья и инновации жилья, получили приглашение и согласились войти в ученый совет Норильского государства и индустриального института. Поэтому вот если вернуться к планам, то у нас, конечно, этот проект по развитию стратегии НИИ, это для нас тоже очень важно, и мы в нем будем участвовать и в экспертных группах, и в исследовательской работе. Плюс есть одна идея, которая тоже рождается на глазах. Буквально сегодня поеду в Дудинку, поскольку там есть затея этим летом провести такой волонтерский лагерь на Диксоне для того, чтобы... Это студенческий волонтерский лагерь, в котором примут участие студенты из Норильска, Дудинки, Красноярска, чтобы помочь поселку в благоустройстве с одной стороны. Но мы хотим добавить еще в эту историю просветительский компонент. Об этом попросили агентство, агентство готово взять на себя эту роль, создать такую программу встреч с экспертами по развитию городской среды, с тем, чтобы ребята, студенты, которые там сначала поработают, смогли физически, могли бы еще и получить новые знания, поработать головой, и, может быть, даже разработать проекты, которые дальше они могли бы, социальные проекты, уже подавать, например, на конкурс «Мир новых возможностей» в Норникель. Большие проекты летят тогда, когда люди создают вот такие сообщества единомышленников, объединяют ресурсы. Надо научиться объединяться. Мы уже довольно активно делали эту работу и со стороны Норникеля, и она будет продолжаться. Просто агентство в этом смысле еще один дополнительный игрок, который может укрепить вот эту философию. Днем в городе облачно, небольшой снег, метель, ветер южный, юго-восточный 8-19 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду. Температура в Норильске минус 8, минус 11, дудинки минус 7, минус 10. Продолжение следует...